Друзья, посевная эта у нас закончилась, а роликов больше не было. В общем, то мы морили, то еще что делали. В общем, ничего интересного. Итак, то туда я отъезжал, то сюда. После посевной дело набралось. Что сейчас делаем? Трактор я все-таки не поставил. Ну, то есть, после посевной я его не обдул, не помыл. Вот теперь этим занимаюсь. По планам сейчас помыть трактор. Продуть-продул, осталось помыть. Вот, чистенький. Сейчас обмоем всю эту пыль, где грязь была, следы. Все это мы отобьем. А так, весь он обдул я его. Нормально. Сейчас хорошо стало. И, в общем, ставлю трактор. Вот, сзади тут много пыли, как обычно, набирается. Все обдул. И сейчас вот эти вот следы, когда грязь была, остались отпечатки. Чакер хиром сшибаю. И ставлю трактор. Пока на нем больше работать не планировал. Но еще сервис не приезжал. Обещали к концу этой недели. Сегодня четверг. Вот, где-то выходные. Вот, видите, компрессор кондиционера. Последний день я работал, хотя я его уже последний день отключил. Заметил, что он мокнет. Я привод отключил. Снял ремешок. Все равно, ну, давление есть. Давит. Вот. Компрессор приедут, сказали, по гарантии меняют. И еще сегодня заметил, что у меня вот здесь вот шипит. В общем, с компрессора вот эта трубка жесткая. Ну, он шланг, трубка такая. Вот. Идет на правую сторону. Муфта быстроразъем подключается для обслуживания, для продувки. Вот. И вот здесь вот, в месте, где РВДшка, само собой РВДшка, пожестче, протерся и пропускает. Позвонил ребятам, говорю, ребята, такая вот ситуация. Да, да, Диман, все. Приедем, компрессор поменяем, трубку. Не вопрос. Какие проблемы к сервису? Никаких претензий. Опять, про сельмаш. Прокладывайте, прокладывайте и мозгуйте вещи. Спрашивайте, имейте обратную связь от конечного потребителя, чтобы вам давали информацию, где что, как лучше проложить. Потому что много моментов, где все протирается. Сейчас вот обмою трактор, и потом, как время будет, нужно пробежаться, где что трется, где что подвязать, где что притянуть, где-то, может быть, что-то переложить. Ну, в общем, вот это вот мелочевка, мелочевка. Так ходовые характеристики, как говорится, на скорость, на производительность ничего не влияет. Но вот, считай, с этой трубкой уже четвертая болячка. Да, и чтобы не быть балаболом, вот болты. Первое, это болты были. Отвернулись четыре болта, один потерялся. Потом я протянул их сам. И на трех болтах отработал. Ну, сколько, у меня они где-то в 200, наверное, ослабли. То есть, 100 часов я на сцепке проработал. И они у меня отвернулись на фаркопе. Вот, и сейчас 430, по-моему, часов на тракторе. То есть, еще 230 я проработал. И на трех болтах ничего не отвернулось. Вот. Один момент, второй момент. Так, что у меня было? А, рулевой дозатор потек. Третий момент, компрессор потек. И вот сейчас четвертый момент, это вот эта трубка. То есть, вот эта вот вся мелочевка такая. Ну, которая, фиг с ней, там, подтянул и дальше попер. Там, компрессор. Благо, последний день я работал. Последний день я проработал на компрессоре без кондера. Если бы это было пик пассивной, да, то уже был бы интересный момент. Пришлось бы работать без кондера. И это, блин, ну, нереально в такой кабине. Вот. И было бы проблема. Но очень совпали карты, что последний день был. Вот. Ну, в принципе, с этой трубкой дырявой тоже можно работать. Давление он травит, но здесь давление компрессора нужно для прицепа и для обслуживания. Большая система пневматики ни на что не влияет. То есть, ни тормоза, ни еще какие-то там органы управления. Все. Это без пневматики работало. То есть, если бы даже этот шланчик у меня в пассивную протерся, я бы так продолжал работать без каких-либо проблем и напрягов. Вот. Рулевой дозатор тек. Я еще, по-моему, день поработал с потеком. На следующий день ребята приехали, заменили. А вот компрессор, да. Компрессора на складе не было. Вроде бы привезли и на субботу, на воскресенье планируют замену. Вот с этим бы, да, была бы проблема. Был бы, ну, не простой, конечно, работать можно было. Но в кабине сварился бы, как картошка. Потому что форточка задняя, одно название. Ну, соответственно, кабина, она не предназначена для того, чтобы работать в ней без системы кондиционирования. Так, ладно, хватит болтать. А так, больше никаких претензий. В целом, вот у нас, несмотря на эту мелочевку, ребята, блин, вот 400, сейчас покажу, сколько я отработал. 400. Вот, 425 часов отработал. Вот эта вот мелочевка, то что. А так, блин, трактором вообще вполне доволен. И, блин, ну, конечно, мелочевка немножко картину подпортила. А так, больше, чем доволен. То есть, не разочаровались. А так, блин, вообще огонь. Трактор тянет на свои 380 лошадей с лихвой. Прям дурной, дурной. Вот осталось проработать момент с плугом. Какой и что подобрать. Ребят, черканите комментарии. 4,5 чизель или все-таки 5. Вот. И будем уже его на основную обработку загружать, как он себя поведет. А так, в целом, блин, доволен. Пушка трактор, реально. Прям понравилось. Прям понравилось. Теперь устраняем бардак. Вот это вот. Грязь, то, что я натаскал сейчас. Пыль. Сиденья продумаем, продуем. Много пыли на себя сиденья берет. Так, что садишь, это после агрегата измазать все, блин. Вот, еще. Ну, и, само собой, ткань набирает пыль. Друзья, в общем, в итоге вот такая вот красота получилась. Намыл, натер четко. Красиво. Чистенькие, сухенькие. Теперь ждем сервис к концу недели. Устраняем болячки. И трактор готов к пахоте. Будем убирать. Вот так вот все. Аккуратненько, чистенько. В принципе, как и всегда. Ну, влажную уборочку еще сделал. Огонь. Огонь машины, ребята. Это еще не раз не пожалел. Несмотря на вот эти вот мелкие болячки. Но что самое приятное. Ротор-лизинг. Вам большой привет. Ребята, молодцы. Прям звоню в любое время. Диман, все, на следующий день к вечеру будем. То есть, если есть наличие каких-то там деталей. Или, как было вот с чем, с дозатором. На следующий день к вечеру приехали. Дозатор на складе есть. Бах, вечером на следующий день поменяли. Был бы компрессор, уже бы давно тоже заменили. То есть, ребята реагируют вообще молодцы. Все в целях гарантии проходит. То есть, шланчик протерся, меняют по гарантии. Там компрессор тоже по гарантии. Так что, русельмаш косячит. Но ротор-лизинг дилер исправляет все эти проблемы на 5 с плюсом. Ребята, молодцы. Вам большой привет. Классно срабатываете. Продолжайте так же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»